Никого не просили о помощи. А тут такое случилось. Семнадцать-то сгорело. Хоть случилось всё в ночь на 20 апреля, боль ещё не утихла. Муслима Аскарова в семье старшая. В сгоревшем доме жили с дочерью, сыном и двухлетним внуком. Их тогда разбудил крик «Просыпайтесь, горим». Вот это окно, в которое мы вылезли. Вот это окно, которое нас спас. Если бы не это окно, мы все сгорели. Семья спаслась, пожар потушили. Но то, что осталось от дома, их шокировало. Жить теперь негде. Детей и маленького внука Муслима Аскарова пристроила к родственникам. А сама живёт в бане. Вот здесь я сплю, стилю одежду, подушки люди дали, одеяло. За одну ночь лишились и всего хозяйства. Вот это наше зерно. Всё сгорело. А там вот куры. Здесь были куры. И хотя здесь не живут уже месяц, ноги сами идут в родной дом. А маленький Рафис всё норовит вернуться в свою комнату, смотреть мультики. Я говорю, не надо туда, там грязно. Но он хочет туда, он и в дом. Половину суммы собрали силами односельчан и знакомых. Осталось всего 160 тысяч. Маленький ребёнок есть. Так не помогать уж. Я сам с женой, вот, ходим бы, помогаю ему, что какая-то дом, крыша была бы, чтобы... Если каждый Нижний Камец перечислит по 60 копеек, или каждый Челнинец по 30, или Казанец по 10, у семьи Аскаровых вновь появится дом. Полдела уже сделано, если и вы можете помочь, реквизиты на экране. Лена Изнатольевна, Андрес Нитальцев, ТНВ, Камско-Устинский район.